В Центральном поликлиническом отделении проводят капитальный ремонт рентгенодиагностического кабинета. Демонтажные работы завершены. Впереди замена полов, электропроводки, отделка стены и установка современного медицинского оборудования. Когда рентген-кабинет снова примет пациентов, узнали мои коллеги. К капитальному ремонту кабинета, в котором проводят исследования пациентам травмпункта, приступили в апреле. Черновые работы выполнены. Приступают к отделке стены потолков. На период ремонтных работ всю нагрузку и поликлиники, и травмпункта на себя взял один кабинет. Нам очень тяжело здесь, на этом одном аппарате, принимать больше ста человек. Он не выдерживает нагрузки. Мы с нетерпением ждём и желаем, чтобы нам побыстрее и получше поставили аппарат. Диагностический кабинет будет состоять из процедурной комнаты и пультовой. В помещении сделают многоуровневое освещение, а стены покроют специальной штукатуркой, которая защитит от проникновения излучения. Когда ремонтные работы завершат, специалисты установят цифровой рентген-аппарат. Рентген-аппарат закуплено. Сегодня ведётся ремонт в этом помещении. Я думаю, что до конца августа месяца оно здесь будет установлено. И будут совершенно другие возможности. И главное, для врачей, которые будут работать, будут комфортные условия. Кроме ремонта рентгенологического кабинета, в рамках реализации государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья, в округе отремонтируют два здания службы скорой помощи. Кабинеты Люберецкой областной больницы оснастят новым оборудованием. Ангиографической системой, мамографами и рентген-аппаратами. Все работы планируют завершить в сентябрю. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.